Добрый день дорогие студенты, сегодняшняя наша тема Способ организации работы с текстом критическое мышление Прежде чем мы начнем лекцию, пожалуйста, подумайте и ответьте на вопросы В чем отличие письма и чтения как видов деятельности? Какие виды текстов вам знакомы? Что представляет собой технологии критическое мышление? Что означает мысли критические? Итак, чтение и письмо Те базовые процессы, с помощью которых мы получаем и передаем информацию Следовательно, необходимо научить студентов эффективно читать и писать Речь идет не о первичном обучении письму и чтению, как это происходит в начальном звене школы А о вдумчивом, продуктивном, аналитическом чтении В процессе которого информация предполагается анализу и ранжированию по значимости С помощью письма человек рефлексирует Размышляет о тех сведениях, которые он получил при чтении Поэтому эффективность этих двух процессов взаимозависима Практикующие учителя знают, как тяжело школьники Соглашаются писать даже если речь идет не о творческой работе О необходимости банальных записей информации из источников И даже если ученики соглашаются писать по их конспектам Вряд ли как можно составить полное представление о том, что они читали или слушали Как известно, технология развития критического мышления через чтение и письмо Была разработана учеными и преподавателями Хобарт и Вильям Смит колледж и университета штата Северная Айова США Джинни Л. Стилл Кертис С. Мередик Чарльзом Темплом и Скоттом Уолтером Который является членами консорциума за демократическое образование Базовыми философскими аспектами технологии развития критического мышления через чтение и письма Являются идеи открытого общества и современное понимание культуры Предполагающие активности ее субъектов, актуальность взаимоотношений между ними И существование различных мировоззрений при отсутствии единой жестко заданной нормы восприятия и поведения Из этого положения вытекает понимание множественности смыслов текста и того, что его интерпретация зависит от читательских контекстов и формы организации групповой работы студенческой аудитории Такой подход дает возможность соединить в образовательном процессе навыки различных видов интеллектуальной деятельности с навыками общения Понятие текст трактуется весьма широко Это и письменный текст, и речь преподавателя, и видеоматериал В 1996 году технология развития критического мышления через чтение письма распространяется совместно Институтом открытого общества, Международной читательской ассоциации и консорциума за демократическое образование И прошла апробацию в школах многих стран В России она появилась в 1997 году Ее используют педагоги в некоторых городах Основным источником о ней по-прежнему остается интернет У технологии есть официальный сайт, сайт международного журнала «Перемена» Можно сказать, что в технологии развития критического мышления через чтение письма синтезированы идеи и методы технологии коллективных и групповых способов обучения А также сотрудничества развивающего обучения, в частности, речь Идет об использовании игровых приемов групповых форм работы Частая смена деятельности Это совершенно четкая структура, имеющая в своей основе развивающие и воспитательные цели Целью дисциплины академического письма и чтения становится планомерная работа по развитию навыков работы с научным текстом А также над созданием собственного научного текста, модульного задания в форме научного проекта Следует отметить, что для решения поставленной цели нами используются как классические и традиционные для высшей школы методы и приемов Так и все большее значение приобретает методика критического мышления, обладающая своей спецификой С точки зрения использования технологии критического мышления главными задачами в работе со студентами становится формирование таких навыков, как аналитический стиль мышления В основе которого лежит представление о множественности позиций и точек зрения гибкости в умении находить правильное решение в конкретной ситуации Развитие таких базовых для исследователя качеств, как рефлексивность, коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты Формирование культуры чтения в самом широком смысле Постоянное стимулирование преподавателям самостоятельной поисковой и творческой деятельности В том числе и активизации таких форм деятельности студента, как самоорганизация и самообразование Главным критерием работы в аспекте критического мышления становится самостоятельная работа студента Под постоянным руководством преподавателя роль последнего заключается в том, что он направляет студента на пути поиска решения, поставленные перед ним конкретной задачей Выступает консультантом по конкретным вопросам поиска и работая с научной литературой Можно с уверенностью говорить о том, что реальный рост, положительная динамика наблюдается как раз среди таких студентов Поскольку предполагает становление не столько навыков в обучении, сколько формирование навыков самостоятельного исследователя Конкретной практической целью в модуле 2 научная ориентация становится создание текста научного проекта Именно поэтому основное содержание рассматриваемых вопросов в рамках дисциплины направлено на обсуждение и критический анализ возникающих ошибок у студентов в ходе работы над модульным заданием Анализ работы в первых потоках показывает, что критический анализ конкретных ошибок становится для них весьма эффективной формой работы над улучшением культуры письма в целом и основ академического стиля в частности Кроме того, наблюдается процесс формирования информационной грамотности и компетентности студента, который и становится залогом аналитической деятельности студента Вторым важным аспектом работы в модуле 2 становится активизация групповых форм работы, что позволяет создавать наиболее эффективные условия для создания довольно сжатой сроки сложного научного текста Как показывает практика, наиболее эффективной оказывается работа именно в тех группах, где происходит рациональное распределение различных видов по созданию текста и подготовке презентации Что касается использования конкретных приемов, то указывая на безусловную эффективность игровых приемов, обучение спецификой дисциплины предполагает более традиционный подход к обучению работы с текстами Однако нельзя не упомянуть о таком приеме, как брейн-стоминг Возговой стоминг, позволяющим организовать работу в группе через обсуждение конкретных ситуаций, связанных с поиском и обработкой информации Таким образом, технология критического мышления направлена на активизацию и осознанное использование таких видов учебной деятельности, как чтение и письмо Если первое связанное с получением и обработкой информации, то второе с умением студента создавать письменный текст любого жанра, следуя строгим законам построения такого текста Надеемся, что технология критического мышления нашла отражение и в логике данного пособия Студенту было необходимо критически осмыслить свое знание, заполнить недостающие знания с тем, чтобы превратить это полученное знание в создание уже собственного текста Опыт доказывает одно, не тот, кто понимает, кто слушает, а тот, кто умеет сформулировать вопрос Вопрос, заданный студентом, это ровно половина пути, на котором он находится к достижению своей цели Итак, дорогие студенты, пожалуйста, как вы прослушаете эту лекцию, ответьте, пожалуйста, на вопросы В чем отличие письма и чтения, как видов деятельности, какие виды текстов вам знакомы, что представляют собой технологии критического мышления и что означает мыслить критически Продолжение следует...